Надеюсь, тебе удалось вдоволь позабавиться с инструментом перо, сделать самые интересные абстрактные картины. И во второй части нашего урока мы попробуем разобраться, как определять конкретный цвет пера. Допустим, я хочу нарисовать красным цветом. Какое же это значение? Или зеленым, к примеру. Ну и вообще, что еще интересного можно делать с использованием черепашьей графики. Давай перейдем в Scratch и начнем исследовательскую работу. Для того, чтобы разобраться с цветом пера, студия Юный Разработчик Игр относительно недавно разместила проект, который так и назвала «Цвет пера». И с помощью этого проекта мы можем узнать, каким числом задается какой цвет. Давай запустим. Вот у нас подсказка «Цвет пера 0», «Цвет пера 20», «Цвет пера 40». Если тебе не очень хорошо видно, мы можем остановить, открыть код и, например, установить размер пера не единица, а, к примеру, тройка. Тогда линии будут немного толще и будет лучше виден цвет. Вот числовое выражение цвета. Вот 0 – это 5, 20 – это оранжевый цвет, 40 – такое светло-салатовый, 60 – уже зеленый, 80 – тоже зеленый, 100 – голубой, 120 – синий, 140 – темно-синий, темнее цвет, 160 – такой ближе к фиолетовому, и потом малиновый и 200 – мы видим уже темно-красный и красный. То есть у нас получается, что цвета идут от красного до красного, и потом по циклу. Ты можешь взять, попробовать, поэкспериментировать со значениями в этом проекте. Здесь для того, чтобы было тебе понятно, что и как происходит, несколько вариантов реализации, либо с помощью цикла, либо с помощью повторяющихся команд, но с разными значениями координат. Можешь посмотреть, как это сделано. И здесь я вывожу, использую блок «Слить», пишу цвет пера и значение «Цвет», который у меня задается с помощью переменной «Цвет», в нее этот цвет сохраняется. Вот мы меняем цвет, значение переменной, и его задаем постоянно, изменяем цвет. Можешь поставить видео на паузу и поэкспериментировать. Что еще интересного у нас есть в командах для работы с пером? Еще у нас есть команда «Установить цвет». Примерно такая же она также устроена, как в командах «Сенсоры». Вот у нас касается цвета. Если мы кликаем мышкой по этому квадратику, мы можем выбрать тот цвет, который у нас здесь где-то есть. Ну и когда у нас блоков много разных, мы можем сделать. Но может так оказаться, что цвет нам нужен тот, которого здесь нет. К примеру, мы выбрали вот это вот «Синий», но он нас не очень устраивает. Мы хотим более темно-синий. Темно-синий мы здесь смотрели, его номер можно еще раз запустить, либо поэкспериментировать, задавать конкретные цвета. Наверное, если я не ошибаюсь, это номер 120, то есть установить цвет пера 120, и тогда будет рисовать цветом темно-синим. То есть можно использовать альтернативные варианты. Еще одна интересная команда «Печать». Эту команду я тебе покажу сейчас в примере одного проекта, и ты сможешь с этой командой позабавиться. Это проект у нас стартовый. Так, сейчас мы его найдем. Называется он «Рисование с Гоба Ремикс». Это стартовый проект Scratch. Если мы его запустим, вот наш Гоба. Если мы нажмем пробел, то у нас меняется, я уже точно знаю, костюм спрайта. Надо обязательно двигать мышкой, потому что если остановить движение мышки, то рисуется в одной точке. То есть мы двигаем мышкой и рисуем. Ну, чтобы стереть, у нас есть кнопочка «Клео». и мы стираем. Вот так интересно рисуем мы. Каким образом? Давай откроем код. Я остановлю. И посмотрим. Вот наш спрайт, который рисует. Рисует он с помощью команды «Печать». Здесь я сделала комментарии к коду, поэтому ты можешь в принципе посмотреть, изучить этот проект и сделать аналогичный самостоятельно. Но самое главное, у нас здесь есть три костюма. Вот последний кружочек с контуром. И при том, что мы оставляем след в виде печати, то есть в виде того костюма, который у нас выбран, по нажатию на клавишу «Пробел» мы костюм можем изменить, если помнишь. Мы еще можем, что менять? Мы еще можем, здесь написано, вот меняется цвет, цвет спрайта. То есть не цвет пера, а цвет спрайта. И за счет этого мы можем рисовать сами какую-то картину. Тоже такую забавную реализовывать игру. Можешь остановить видео, изучить проект «Рисование сгуба» в ремикс, прочитать комментарии и самостоятельно реализовать похожий. Потом, пожалуйста, возвращайся, я еще покажу несколько примеров проектов, которые ты сейчас уже можешь сделать. Ну что ж, рисование сгуба, надеюсь, у тебя получилось освоить или во всяком случае изучить код. Возможно, тебе не хочется программировать, а хочется изучать проекты. Это тоже хорошо. Давай вернемся в студию «Юный разработчик Игр» и посмотрим, какие еще проекты с рисованием с помощью пера здесь есть. У нас есть проект «Рисование квадрата» и этот проект мы реализуем в следующем уроке, но сейчас я тебе его покажу. Здесь есть инструкция. Мы должны нажать на флажок и наш код рисует квадрат. Чтобы очистить, нажимаем клавишу «С». Чтобы увидеть процесс рисования, мы нажимаем пробел и видим, как код рисует квадрат. Есть еще другой проект рисования геометрических фигур. Тоже мы будем его рассматривать в более поздних уроках, потому что там есть тоже очень интересные программные решения, которые нам нужно еще изучить с тобой. И в самом начале у нас в студии есть несколько интересных тоже рисованных проектов, которые ты тоже можешь самостоятельно пытаться изучать, но, возможно, не огорчайся, у тебя не будет достаточных знаний, поэтому смотри следующие уроки для того, чтобы разобраться, как такие вещи делать. Возможно, я буду делать отдельные уроки вне этого учебного курса, потому что они требуют отдельного рассмотрения. А здесь у нас уроки такие небольшие. Вот, например, проект подсолнухов «Sunflowers» по-английски. Это тоже ремикс. Вот у нас его создал Иван 321. И здесь, смотри, все нарисовано. 100% pen. Pen – это перо по-английски. Ну, или ручка. Вот эти подсолнухи реализованы с помощью пера. Видишь, как интересно это все сделано. И за солнцем они смотрят. Наверное, для того, чтобы разобраться с этим проектом, я запишу отдельный урок. Но ты можешь по коду попробовать самостоятельно. Еще что. Ну, вот кривые драконы это тоже использование пера. Давай откроем код и посмотрим. Но здесь уже много сложных команд, которые тоже нам необходимо будет изучить в более поздних уроках. Но перо здесь тоже есть. Вот поднять перо, очистить, установить перо, опустить перо. То есть все эти команды здесь есть. Если запустишь сам проект, увидишь. Вот интересный проект, который тоже использует перо. Я открываю код сначала. видишь, тоже с пером. Но здесь используются специальные тоже блоки. Вот давай запустим. Вот такую красоту, оказывается, можно рисовать. Тоже требует отдельного рассмотрения. и показываю я тебе эти проекты для того, чтобы ты понимал, что с помощью пера на самом деле можно делать очень много интересных, забавных, художественных проектов. Ну вот еще проект геометрические фигуры, который я упоминала. Давай его запустим. Здесь рисуются геометрические фигуры и подписываются. Такой учебно-демонстрационный проект. Тоже точки рисуются пером, линии рисуются пером и, как ты видишь, используется при этом спрайт карандаша. И тоже я остановила выполнение. Когда ты будешь смотреть этот проект и еще услышишь, что тут есть звук. И здесь есть еще дополнительные команды, которые тебе возможно непонятны, но самое главное, что здесь используется перо. В одном из следующих уроков этот проект мы, конечно же, рассмотрим. Ну что, я желаю тебе творческих успехов. Тренируйся использовать перо. И до встречи в следующих уроках.